Приветствую вас! Если честно, то сама информация о первых трёх годах, она вам не особо важна сама по себе. Хотя, конечно, всё зависит от возраста вашего. То есть, сколько вам было лет, когда вы провели свои первые годы. Но сама информация по себе, если она вот отдельно воспринимается от всех остальных, ничего не даст. К сожалению. То есть, тут нужно вот именно смотреть в целом. То есть, что в целом есть у вас? Какие в целом есть проблемы? Вот. Если проблемы перекликаются с той информацией, которую, ну, которая у вас есть, то да, она важна. Её можно использовать. Вот. Если информация не перекликается, то, скорее всего, она не важна и использовать её никак нельзя. Для вас, опять же. Вот. Может ли информация быть источником фундамента для начала внутренней работы? Опять же, зависит исключительно только от контекста проблемы. То есть, если контекст проблемы таков, что информация это раскрывает её, ну, проблему, вот, то да, может быть. Если контекст такой, что информация, опять-таки, не раскрывает проблему, то вряд ли. Вот. С другой стороны, характер информации, точнее, не проблемы, а информации, очень важен, на мой взгляд. То есть, очень важно, чтобы был раскрыт характер, ну, непосредственно. Характер информации, вот. Потому что, какая информация? Если информация просто там, о том, что вы делали, как, чего, то это одно. Если это информация, например, о ваших чувствах, о ваших переживаниях, это другое. Если это информация, о ваших мыслях, о ваших, как бы, выводах, да, то есть, о когнитивной работе. Соответственно, это третья. То есть, очень важно, очень важно, очень важно, чтобы вы это понимали. И информация сама сама по себе, неважно, важно скорее другое. Важно скорее другое. Важно скорее то, как эту информацию, например, вы, ну, например, вы будете использовать. Сможете ли вы ее использовать для себя? Да. Вот. И если да, то, соответственно, как? Как правило, как правило, сам человек информацию, эээ, ну, может использовать по стольку, по скольку. Потому что у него к ней может быть субъективная оценка, у него к ней может быть субъективное отношение. Вот. И тут, как бы, еще непонятно, что там человек может извлечь из этой информации для себя. Вот. Что касается взгляда на информацию со стороны, да, вот если говорить о взгляде на информацию со стороны, есть уже возможные варианты. Вот. То есть уже здесь, эээ, возможно, какие-то, эээ, взгляды на вещи. Вот. То есть я надеюсь, что вот этот аспект вы для себя обязательно учтете. Я не знаю, с какой целью вы спрашиваете, я не знаю, как вы собираетесь, эээ, эту информацию использовать, эээ, для, ну, для себя. Вот. Ну, а я надеюсь, что вы будете это делать как минимум с умом, потому что навредит себе тоже достаточно легко. Навредит себе очень легко в этом контексте. Вот. Ну, вот так, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. Он такой коротенький, небольшой. Вот. Поэтому, соответственно, добавить здесь, наверное, нечего. Разве что только то, что вы вряд ли сможете решить какие-то свои проблемы, обладая только информацией. Вот. Потому что нужно ещё и работать с чувствами, ведь, эээ, нужно ещё работать с, эээ, с шаблонами мышления. А здесь вы, скорее всего, сами, сами вы здесь можете не справиться. Ну, самостоятельно. Вот. Так что не очень понятно, а в какой именно работе здесь у вас идёт речь. Вот. То есть, если это, если это работа, да, вот вы говорите внутренняя работа, а что это значит? То есть, как бы, ну, что значит внутренняя работа? Это как вообще? Понимаете? Это что такое? Вот. Как вы это для себя, например, ну, понимаете? Как вы для себя это объясняете? Вот. Ибо, ну, по внутренней работе, да, можно понимать достаточно, большое количество всевозможных историй, эээ, достаточно большое количество всевозможных аспектов. Вот. И, конечно, хотелось бы, ну, хотелось бы уточнить, безусловно. Вот. Вот. То есть, если вы хотите работать, эээ, сами, вот, то я здесь, ээээ, не могу с вами, с вами, вот, согласиться, вот. В плане, в плане того, что работа над собой вам как-то даст, ээээ, что-то, что нужно, к сожалению. Вот. С другой стороны, если, ээээ, нет у вас возможности, да, если нет у вас, ээээ, средств, например, для того, чтобы работать с психологом, то, соответственно, тут как бы уже ничего не поделать. Вот. Вот так, эээ, вот так можно ответить вам на ваш вопрос, я надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если, эээ, сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, эээ, удачи вам, удачи вам и надеюсь, что ситуация разрешится с вами лучшим образом.